Партнер программы «Стоматология Дентавита» Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. О событиях пятницы расскажу вам я, Наталья Китаева. И вот главные темы. Митинга не будет. Чиновникам мэрии удалось договориться с родителями учеников второй школы. Не поделили спорт. Хоккеисты республики разделились на два противоборствующих лагеря. С широким размахом Масленицу в этом году отметят по-новому. Протест отменяется. Городские чиновники договорились с родителями учеников второй школы. Напомню, родители были недовольны тем, что реконструкцию здания школы спускают на тормозах. Пока даже не получено разрешение на строительство. Но чиновники уверяют, все будет в ближайшее время. Когда рабочие все-таки приступят к реконструкции школы, расскажет Галина Соболева. За любой кипиш, кроме голодовки, родители учеников второй школы били тревогу, дожидаясь ремонта. И уже готовы были выйти на митинг, но ропот недовольных смог заглушить всего один отбойный молоток. Сегодня точно по расписанию рабочие начали демонтировать спортивную площадку на территории второй школы. А на три дня раньше на начало работ тонко намекал только забор. Тем не менее, чиновники заверяют, все сделают в срок. То есть вы видите, что там уже выставлен забор, то есть расчищается техническая площадка спортивная, поэтому здесь идут работы. И мы просто сегодня и вчера провели переговоры с родителями и попросили, что у нас есть еще по регламенту время на получение разрешения на строительство. По словам чиновников, разрешение получат уже сегодня до конца дня, но возмущенные родители больше не собираются верить бумажкам. Мы, наверное, должны поверить сегодня очередной раз администрации города, но вера эта достаточно шаткая. До конца мы теперь будем верить только делам. То есть документ будет подписан, работы начнутся, и в этом случае родители, наверное, и то до конца не успокоятся. Если же разрешение все-таки не получат, родители снова будут подавать документы на проведение митинга. И больше уговорам чиновников уже не поверят. Галина Соболева, Александр Хомаганов, Первая альтернативная. Первые результаты. Бурятские резиденты Сколково продолжают работу над экспресс-тестом для выявления инсульта. Сегодня компания диагностик Reagence Devices, ДРД, презентовала прототип своей разработки. Что она себя представляет, расскажет Аюна Ачертарова. Шаг на пути к экспресс-диагностике инсультов. Компания ДРД Биотех представила свою разработку. Тест на НР2-антитела. Он способен определить риск возникновения инсульта. Это, наверное, первый этап проекта, который вы видите. Сейчас мы сделали лабораторный тест для того, чтобы доказать, в принципе, себе и миру, что концепция, в принципе, работает, что технология рабочая. Принцип диагностической системы в том, что при ишемии происходит разрушение НМДА-рецептора головного мозга. Это фрагмент нейрона. То есть разрушаются клетки головного мозга. При этом высвобождается такой фрагмент, как НР2-пептид. Это белок. Он настолько мал, что при разрушении он попадает в наш кровоток. Вот здесь-то его и обнаруживают. Поскольку это чужеродный элемент для кровотока, наша иммунная система начинает вырабатывать иммунный ответ на него. Появляются антитела. И вот по количеству этих антител, по их наличию, в принципе, в крови, мы можем судить о состоянии головного мозга. То есть тест просто определяет наличие, либо отсутствие и количество этого биомортера в крови. Таким образом, измерение пептида и антител к ним в крови пациента может дать объективную информацию о наличии и степени ишемии в мозге при острых и хронических нарушениях мозгового кровообращения. То есть на основании этих данных врачи уже смогут поставить точный диагноз. На самом деле, на сегодняшний день нет, как я уже говорил, нет ни одного такого теста подобного, с такой высокой специфичностью и чувствительностью. Магнитно-резонансная томография, да. Есть, а последнее, как КТ. Но даже они не дают стопроцентное, так скажем, нельзя сказать, что вот это инсульт или не инсульт. То есть этот сегодняшний тест, взяв его, можно дополнительно, так скажем, поставить точки над постановкой диагноза. Этот тест необходимо проводить в лаборатории. Кроме того, он занимает несколько часов. Тем временем, определить инсульт важно в первый час. Тогда медицинская помощь наиболее эффективна. Экспресс-тест – вот главная цель наших ученых. Полоска, которая также будет реагировать и в зависимости от количества антител в крови будет принимать определенный цвет. По его интенсивности врач или же сам человек сможет определить наличие инсульта. Ученые планируют создать их уже в этом году. Пока же необходимо зарегистрировать уже существующий тест. Затем нам предстоит этап клинических испытаний и регистрации этого теста, чтобы он получил официальное признание. Затем параллельно мы ведем работу, как я сказал, над прототипом экспресс-теста. Затем экспресс-тест ждет та же судьба, что и этот тест. То есть нужно будет провести клинические испытания, также его зарегистрировать. И вот только после того, как мы проведем полную клинику и получим регистрационное удостоверение Росздравнадзора, этот тест станет доступен для скорой помощи для пациентов, для врачей. Алина Чертарова, Александр Хомаганов. Первая. Альтернативная. 16-я сессия народного хурала давно прошла, страсти не утихают до сих пор. Невидимый простым смертным ажиотаж сейчас только вокруг одного вопроса. Доплаты к ВИП-пенсиям. Накануне инициатор закона об их сокращении Михаил Гиргенов заявил, что во время голосования депутаты серьезно нарушили регламент. Подробности далее. После того, как обсуждение ВИП-пенсии не включили в повестку, Михаил Гиргенов предложил до 8 марта создать независимую рабочую группу, чтобы доработать законопроект. За проголосовали 33 депутата. Для большинства не хватило лишь одного голоса. Но, по мнению инициатора закона, этого было достаточно. В подтверждение он приводит статью регламента о работе Хурала. Такие поручения даются по предложению представителей на седании Народного Хурала и депутатов Народного Хурала в целях предоставления дополнительной информации. То есть то, что я предлагал поручить комитету по социальной политике создать рабочую группу. При наличии возражений, предложении, отдаче, поручении ставится этот вопрос на голосование. Решение принимается большинством голосов от числа депутатов Народного Хурала, принявших участие в голосовании. Зарегистрировано было 60 депутатов. Приняло участие в голосовании 58-59 депутатов. То 33 голосов достаточно для того, чтобы мое предложение прошло. В аппарате Хурала настаивают. Все было по закону. Михаилу Гиргенову объясняли это не раз. Тем более на сессии все-таки создали рабочую группу. В нее вошли 28 человек. Но авторов законопроекта не совсем устраивает ее состав. Рабочую группу мы предлагали создать социальный комитет, чтобы этим занялся и чтобы и всех желающих создали. Но был принят большинством голосов правительственный вариант создания рабочей группы. Но нас данный состав рабочей группы не вполне устраивает, поскольку там уже назначены определенные кандидатуры, куда мы, кстати, тоже входим. Но, тем не менее, как мы видим, что люди в основном будут заинтересованы, лица, которые будут против данного законопроекта. В итоге, я думаю, что большинство депутатов поняли о том, что мы проголосовали за создание рабочей группы. А вот когда вы у меня спрашиваете, создана она или работает, я вам ничего не могу сказать. На сегодняшний день я в письменном варианте вот этого предложения не вижу. После 16-й сессии прошло уже две недели. До сих пор, по мнению Гиргенова, группа не начала доработку законопроекта. Оно и понятно. Мало кто заинтересован быстро решить этот вопрос. Мне кажется, это является следствием того, что было огромное давление на депутатов народного хорала, на аппарат народного хорала с тем, чтобы в ни коем случае предложение Гиргенова не прошло на этой сессии. Ни одно из предложений, любое предложение Гиргенова не прошло на этой сессии. Какой авторитет народный хорал может из этого потерять? Мы потеряем его, если будем замалчивать эти вопросы. Об нас и так говорят, худлах хорал, да? Было для депутатов комитета и лично для меня большим откровением, что 929 получателей, из них 29 всего депутатов, из них гораздо менее сотни наших уважаемых ветеранов. Но остальные, остальные это надо смотреть. По созданию рабочей группы, вот когда я говорю, да, несколько бурно и нелогично шло обсуждение, да, мы же по существу-то не обсудили же предложение Гиргенова. Мы обсуждали включать, не включать в повестку. А хотя, я полагаю, надо было включить в повестку и обсудить. Это же не означает о том, что мы его бы обязательно рассмотрели. Большая часть депутатов поддерживают инициативу по сокращению доплатки и пенсии. Но, как оказалось, это большинство ничего не решает. Аюна Чертова, Александр Хомаганов, первая альтернативная. И в продолжении темы сегодня у нас в гостях депутат народного хурала, член партии КПРФ Федор Бураев. Здравствуйте, Федор Владимирович. Мы все были свидетелями того, как шла сессия. Вот расскажите, о чем говорит прошедшее голосование и выгодно ли это кому-то такое решение? Ну, вопрос по ВИП-пенсиям назрел давно. Я думаю, что при таком дотационном бюджете, как у нас в республике, это просто кочунственно, что когда определенная золотая прослойка пенсионеров получает такие поднебесные пенсии. В то время как средняя пенсия пенсионера 12 тысяч рублей. И вот есть несколько примеров. Это Краснодарский край, Республика Коми, Брянская область, где эти пенсии вообще были упразднены по голосованию в законодательных собраниях. А мы же предлагаем сократить хотя бы на 50% для начала. И в Госдуме, кстати, этот вопрос тоже уже обсуждается. В первом чтении уже приняли законопроект. То есть вы считаете справедливо урезать в принципе вообще ВИП-пенсии? Да, почему? Например, конечно, это люди заслуженные в той или иной мере. Но я думаю, что здесь законопроект, конечно, нужно доработать, поскольку там градация должна быть определенная. Но так называемых золотых пенсионеров, которых 2 по 200, по 100 тысяч получают при такой маленькой пенсии у простых граждан, которые заслужили тоже достаточно достойную пенсию. А вы сами как проголосовали? Я голосовал, конечно, за поддержку данного законопроекта. Как вы считаете, можно ли говорить, что Михаила Гергенова и на депутатов вообще, как он сам говорит, оказывается давление? И считаете ли вы, что это такой его некий личный пиар или все-таки это действительно давно назревшая инициатива его? Ну, пиаром я не считаю. Я думаю, что у нас при такой жизни в нашей республике, когда, еще раз повторюсь, бюджет дотационный, и это время давно пришло, надо было пораньше начинать уже. Но Михаил Денисович молодец, что первым провел инициативу, в чем я один из немногих, кто его поддержал в этом. А на вас оказывается давление или, может быть, оказывалось, как на депутата? Я думаю, прямого давления нет, а вот косвенные различные элементы черного пиара, которые были выкинуты не так давно в СМИ и в интернет, я думаю, это следствие данного дела. Ну, вы как считаете, почему Единоросс вносит вдруг непопулярный законопроект, идет вразрез с мнением большинства? Говорит ли о том, что идет раскол внутри партии? Может ли говорить? Ну, от «Единой России», я думаю, осталось только название «Единое». Думаю, это показало голосование по выборам спикера, вице-спикера и по данному вопросу. Думаю, что там есть и здравомыслящие люди, как Михаил Денисович, которые болеют душой за наше население. Ну, а для большинства, к сожалению, их интересы превыше всего личные. Готовы ли взять Михаила Гергенова к себе в партию? Ну, он пока, так или иначе, он остается в партии власти, членом этой партии. Если он из нее выйдет и напишет заявление в КПРФ, там будем рассматривать на общем собрании партии. Федор Владимирович, спасибо за беседу, за ваше мнение. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был депутат народного хурала, член партии КПРФ Федор Бураев. А мы продолжаем. Спасибо. Это грозит, узнаем из следующего сюжета. Яблоком раздора стала аккредитация при Минспорте и соответствующий статус. В июне прошлого года у предыдущей федерации хоккея шайбы приостановили аккредитацию. Причина, по мнению Вячеслава Воронцова, плохая работа организации. На этой почве конфликты у хоккеистов были не раз. Ежегодно получение федеральных средств на хоккей распределяли их на свое усмотрение. Почему уже вскипело у всех. Выделено на весь хоккей в республике Бурятии. То есть народный хурал на массовые спорты отправляет. Агентство физической и гультуры отправляет. По версии официальной федерации, аккредитация их лишили по другой причине. В прошлом году чемпионат у нас недоигран. Главный судья был Вячеслав Воронцов. Он ни отчет не предоставил. И поэтому аккредитация федерации хоккея была приостановлена. 12 команд, то есть 90% всех хоккеистов с этим не согласны. Активисты решили взять ситуацию в свои руки и создать новую федерацию. О чем уведомили Минспорт. Министерство дает добро, однако общественникам так и не удается получить документ. Мы в середине января узнаем, что предыдущие федерации дают аккредитацию. Государственную, на местном уровне. Москва, естественно, об этом ничего не знает. Московская и деньги. Там в районе суммы разные, там 250 или 400 тысяч. Интересный получился вопрос. Очень, как говорится, для нас неприятный. Официальная федерация снова есть. Но мероприятий как не было, так и нет, считают активисты. Они писали по этому поводу письма во все инстанции и даже на имя президента России. Вот ответ из администрации президента, что извините, но в 2015-2016 году аккредитованная региональная спортивная федерация, РО «Бурятская федерация хоккей с шайбой», не представила в органы исполнительной власти план мероприятий. И, соответственно, проведение чемпионата не представляется возможным в настоящее время. А также не представляется участие детской хоккейной команды во всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова. Золотую шайбу и еще несколько турниров неаккредитованная федерация провела за свой счет. Чиновники из министерства пока остаются в стороне. 15 апреля обе организации отчитаются о проделанной работе. И тогда Минспорт вроде как решит, кому выделять деньги и даровать официальный статус. Аюна Чертарова, Вячеслав Батоев, первая альтернативная. О происшествиях вам расскажет моя коллега Галина Соболева. И снова бомба. Волна сообщения о взрывных устройствах вслед за Улан-Удэ добралась до Читы и Якутска. В Забайкале с раннего утра перекрытый вокзал, аэропорт и торговые центры. В Якутске эвакуирован аэропорт. Шесть авиарейсов задержаны из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников. Убийца найден. В Иркутске задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского джиды. Напоминаю, преступление он совершил вместе с братом около двух лет назад. Поводом для совершения преступления стало замечание полицейского одному из братьев. Сотруднику полиции было нанесено около 50 ножевых ранений. По пьяни, что-то слово за словом, все как-то, ну и все. Потом по чешу заходит брат, что за дела туда-сюда. Пошли разговаривать. Там дверь вот так была приоткрыта. Ну, что он стоит вот так вот и... Ну, что, у него был в руках, наверное, ножи были в руках. Ну, что там, утро туда-сюда. Машину завели и поехали в город. Мужчине грозит пожизненное заключение. Ведется следствие. От Кассилии до 200 тысяч рублей штрафа или два года тюрьмы могут получить двое лануденцев за уклонение от службы в армии. Молодые люди 19 и 24 лет неоднократно получали повестки, но в военкомат не являлись безуважительных на то причин. Возбуждены уголовные дела. Куратко о других новостях. Осторожно, лед. Температура воздуха повышается, реки тают. В связи с этим возрастает вероятность несчастных случаев при выходе на лед. В Лануде обозначили три наиболее опасных участка. Это река Селинга рядом с Терцепионер, микрорайон Мясокомбинаты и поселок Левый берег и поселье. Лед на реках в Баргузинском, Кабанском, Селингинском и Кяхтинском районах также является опасным для передвижения. Цифровая подпись вместо чернильной сотрудникам компаний по всей России больше не придется использовать ручку для подписания документов, относящихся к их трудовой деятельности. Минэкономразвитие России подготовила проект федерального закона с внесением поправок в Трудовой кодекс. По данным ведомства, расписываться в цифровом формате сотрудники начнут с января 2018 года. У жителей Бурятии появилась очередная собственная социальная сеть. В Лануде разрабатывают сайт в Бурятии, аналог популярной сети ВКонтакте. Основное направление – развитие волонтерской деятельности. Зарегистрироваться на сайте может любой желающий, однако помощь волонтеров будет распространяться только на Бурятию. К другим темам. С широким размахом проходит одна из самых желанных и ожидаемых недель весны. Масленицу празднуют на всей территории России. Какие мероприятия ждут улануденцев в этом году мы расскажем в нашей постоянной рубрике «Афиша». В этом году есть блины начали уже накануне женского праздника 7 марта. Традиционно масленица празднуется целую неделю с широким размахом и народными гуляниями. Праздник очень любимым народам у нас. Уже почти 25 лет нашему коллективу в Забаве. Не почти, а уже больше 25. Все так же будут концерты, будут коллективы, будут игры. Значит, гири поднимать будут 32-калограммовые, двухпудовые. Также будет, значит, угощение блинами, конкурсы, частушечникам, плюсунов. Будет также стол «Лазань». Самый такой, самый веселый, самый увлекательный конкурс, когда такой жиотаж людей, просто все болеют за своих. Будет весело, хорошее настроение, всех приглашаем. То, что в народе носит название «Масленица» в церкви – подготовительная неделя к Великому посту. По-церковному эта неделя называется сырная или мясопостная. Христиане отказываются от мяса, тем самым готовятся к пищевым запретам. Однако и это не главное. В христианском смысле неделя посвящена добрым делам. Люди стараются помириться с близкими, ведь последний масленичный день – прощенный. День, когда перед Великим постом в храме люди все и вообще все христиане попросят друг у друга прощения, и тем самым выйдут на время Великого поста. То есть у нас так происходит часто, что в эту неделю вместо того, чтобы готовиться, люди придаются глобальному разгулу и чревоугодию, как бы стараясь наесться перед Великим постом. Наесться бы ладно, еще и на пиццы. Но мы просим ни в какое время года не предаваться чрезмерным утехам телесным, а все-таки помнить о том, что будет время, в которое нужно будет отвечать за все, что ты сделал здесь. В последние прощенные воскресенья, в последний день масленицы просят прощения, прыгаем через костер, сжигаем чучело, сжигаем все плохое, а прыгая через костер, как бы стараемся очиститься от грехов, которые доделали за год. В этом году впервые масленицу отметят в парке Орешково, а у лануденцев ждет театрализованное представление, как царевич Ерема жениться удумал. Хороводы, конкурсы и традиционные русские забавы. Изюминкой программы станут катания на длинногривых лошадях и ездовых собаках. Мероприятие начнется 13 марта в 13.00 в парке Орешково. В это же время этнографический музей представит специальных гостей русских богатырей силового шоу «Девятый вал», которые продемонстрируют публике трюки уровня Книги рекордов Гиннеса. В финале программы будет сжигано чучело масленицы. По данным статистики, за прошедшую неделю в нашем городе отмечены незначительные колебания цен. Подорожало сливочное масло, пастеризованное молоко, капуста и гречка. Повышение цен на эти продукты колеблются в пределах от 1,5 до 3%. Мы, как обычно, перед выходными рассказываем, где можно купить продукты питания и бытовую химию по самым выгодным ценам. Далее рубрика «Обзор цен». Морковь, выращенную в Бурятии, дешевле всего купить в магазинах «Абсолют» – 22 рубля. Самая дорогая местная морковь на центральном рынке – 50 рублей за килограмм. Яблоки Грэнни Смита в «Абсолюте» – 125 рублей 85 копеек. Это самая низкая цена по городу. В Барисе гораздо выше – 201 рубль. Груши желтые из Китая дороже всего также в Барисе – 110 рублей. Самая выгодная цена в «Абсолюте» – 75 рублей. Свекла от местных производителей на центральном рынке – 40 рублей за килограмм. В «Абсолюте» гораздо дешевле – 18,80. Перейдем к бытовой химии. Шампунь «Чистая линия», восстанавливающий для сухих и поврежденных волос. Объемом 400 миллилитров. Дешевле всего в магазинах «Абсолют» – 83 рубля 50 копеек. В «Спариться» на зафлакон шампуня составляет 102 рубля. Стиральный порошок «Ушастый нянь» пачка весом 400 граммов в «Абсолюте» стоит 50 рублей. В «Титане» – 56,80. А теперь о курсе валют. За прошедшую неделю доллар и евро незначительно подешевели. По состоянию на 18.00 11 марта биржевой курс европейской валюты – 78 рублей 39 копеек. Курс доллара на сегодня – 70 рублей 30 копеек. Средние цены на топливо в «Улан-Удэ» за неделю не изменились. Литр бензина марки «АИ-92» стоит 35 рублей 16 копеек. 95-й – 37 рублей 26 копеек. Дизельное топливо обойдется в 37 рублей 55 копеек. Напоминаем, это средние цены на топливо в городе. Я напоминаю, что в кинотеатрах города продолжается показ монгольского экшена «Братья». На этом у меня все. Смотрите новости АТВ также на нашем сайте. Делитесь впечатлениями и оставляйте комментарии. С вами была Наталья Китаева. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова